так друзья здравствуйте в этот раз рассылка была полная она обошлась нам с Антоном Валерьевичем не бесплатно ну а дальше придется и дальше платить все таки знаете что такое бесплатный шер это сотни недоученных людей поэтому давайте делаем так если у кого есть 100 рублей или 50 посылайте мой телефон перевозу карту вот теперь так процесс пошел читаем все подряд зимой температура доходила до минус 38 весной цветочные почки не проснулись редко на ветках просыпаются ростовые почки в основном крона представляет шахи ветки дерево сам до 10 лет но это вряд ли мои на основных скелетных ветвях просыпаются спящие почки спящие знаете что такое спящие почки они находятся у самого основания не спят пока ему лучше жизнь проспать они не нужны пока дерево развивается нормально ну если основная часть ветки подверзла просыпаются спящие это резерв главного командования теперь вопрос уже ко мне что делать с сухими ветками в кроне стоит ли делать весеннюю обрезку удалив все непроснувшиеся и снизить крону как это повлияет на будущее урожая ну отвечу так без вас дерево снизит крону вы немножко подождете когда начнется распускаться еще зазеленеет немножко почки чуть-чуть зазеленеет и уже будете видеть ветка сухая почки уже не проснулись похоже мертвы и ветка живая естественно ветки это важно то что я сейчас скажу это важнейший момент который исключает традиционное с удовольствием исключает многие неудачи да дерево подмерзло но хоронить его рано так и вы будете ветки сухие отрезать но и забудьте навсегда совет который сейчас еще раз соглашу и хорошо чтобы это было последний раз жизни как сказано всегда если ветка больна подмерзла сухая надо ее отрезать до живого так вот до живого не отрезайте оставляйте еще сухой вот столько хотя бы столько вот это принципиальная разница до живого отрежете пусть остается кусочек сухого как пробка для непрохождения туда мороза вот это раньше принципиально слово даже бога отрезать забудьте вот ради этого я и плечи это долго цитирую письмо теперь удалив все непросовшиеся это как продолжение разговора удалив непросовшиеся но оставляйте немного сухого так как повлияет на будущее урожая а это вы уже потом расскажете как мои советы повлияет на будущее урожая теперь так 38 это практически сибирь я не помню откуда это я где-то скопировал откуда-то да вот значит даже в сибири бывают теплые зимы и деревьям надо закрепиться потом уже когда через календарь идет до 38 40 42 возможно деревья уже будут выдерживать но вы не зря заметили что спящие почки просыпаются это желание дерева перейти в режим кустарника образования растение вверх а в шире и частично прятаться под снег ну а дальше ходить я еще немножко за вас погадаю можно я как гадалка 10 лет назад вы купили саренцы у саренца была сделана искусственная нижняя часть саренца так называемый штамп он был искусственный там были наглую отрезаны полностью все нижние скелетные ветки вот а теперь что делает дерево ему на лишний метр подавать туда влагу тяжело часто невозможно он возвращает что ту форму которому присуще полагалось именно этому дереву именно этому дереву именно этого виду именно этому сорту расти с нижние скелетные ветки иметь полу кустарную форму это природа вот и нашлись тысячи людей первые которые выдумали все эту искусственную агротехнику искусственная крона и тысячи последователей которые уже с указками говорят дерево неправильно отрезаем вот я так ответил возвращается полу кустарная форма и не мешайте теперь я почувствовал себя фокусником иногда это было когда получались прекрасные результаты даже там где я особо-то не старался и вот я как я перестарался сейчас объясню значит я получаю письмо и долго гадал как к нему отнестись то ли вежливо то ли невежливо попробуй это мне посоветовали ну пусть тут нет фамилии зачем поверьте что это не я сочиню попробуйте сделать вегетативный гриберит косточковый вегетативный из однолетних сеянцев сливадюк есть? есть кстати а черри коса, черри персика нет и вот те например вешки пересадили друг на друга ну уже поняли вот и однолетние сеянцы а потом с одного пересадили на другой ура мне заняться нечем железом миллион рублей а мне тут помните я человек обещал я вам покажу через пять лет пришла 30 тысяч через пять лет пришла 30 тысяч если окажется что я прав в одной из прямого техника но это не солидно а здесь пожалуйста миллион рублей я бы сделал сливадюк теперь сливадюк делать уже не надо а вы пишите есть сливадюк да мне один из наших друзей ответственный за Казахстан Иван Кирилл прислал по ватсапу информацию как один из самых колдовских волшебников нашего современности у нас Юрий Алексеевич Латинков сейчас взял и закрепил сливадюк я не говорю что этого нового сочинял это очень сложно вот он пишет это пишет так вот нашел Алексеевич дальше если нажать на вот эту ссылку уважаемый Юрий Алексеевич Челеминск 4 августа 4 год из плодоношения сливадюк сливадюк смотрим вот он его закрепил как минимум он его закрепил вот но то что сейчас от меня потребовали вот плюс миллион рублей извините ребята есть вещи намного серьезные если бы сливадюка не существовало на свете никто бы не умер были бы великолепные сливы были бы великолепные дюки так вот вот так же как хочешь чтобы был черешний персик есть великолепные черешни есть великолепные посвятить жизнь ну я очень вежливо заметил я сказал что вот да и миллионы не надо я просто отказываюсь от работы делом вот наша на даче продвинуть на север на сотни на тысячи километров на север тысячи километров на восток продвинуть садоводство то что творится на юге уже это вызывает какой-то у меня отрок ну что вы творите то мы теряем все что было я мальчишкой был я что не помню украину собираем пять ведер этих отборных слив этих самых венгерах шестое твое какие урожаи сейчас что творится то а не ребята ну заниматься это а и пожалуйста зовите сами а че вы мне даже подсказали вершки пересадить друг на друга то есть черешни вырастить сеянца ваши ваши тексты я перевожу с персика вырастить и сеянца а потом взять персика в верхушку пересадить на черешню все готово ну готово будет через 20-40 но это уже не важно вот человек думает что я собираюсь еще прожить 20-40 лет ну в общем вы поняли тут и ирония и даже немного учебы например одиннадцать тысячи возьмет и скажет а железов так кто теперь железов теперь этот ретроград все кончился революционер железов все и вы теперь на эту на свалку истории а я возьму и вот эту работу выполню и посажу и выращу и пересажу верхушки вот у кого-то из вас друзья не у меня потому что у меня все на характер на Мичуинский не похож совершенно я сторонник ничего не делать в саду но чтоб все получалось характер другой а вот значит у кого-то из вас и это тем более что поверьте Мичурия никуда не делся он живет в ком-то из вас вот возможно это а вот еще пожалуйста я далеко не пошел похоже я получил посылку с этими кошками пишет вот этот товарищ вот по таким вот аббревиатуре напишите варианты что можно делать с этими сеянцами кроме подвоя я хочу внимание такое же письмо такого же типа хочу гибриды с разными видами слив персиком инжирным абрикосом красной черемухой посмотрите какой компот для того чтобы добиться гроздевого плодношения ну правильно червах гроздями висит ну конечно персика гроздями абрикос с гроздями слива гроздями интересный человек да ну вот я не смеюсь как это сделать и что еще можно ну прошлый раз я объяснял ребята я уже ничего не могу в ком сидит Мичурин у кого есть лишних несколько миллионов лучше миллиардов вот надо большой участок надо тысячи попыток чтобы в одной двух-трех случаях из нескольких тысяч попыток у вас получилось вот это самое гроздевое плодношение гибриды можно сделать как они не будут полноценными гибридами попробуйте догадать что такое персик серебуха среднеархметическая но зато это можно сделать как спорт вот Мичурин же на этом прославился он же выросил же этот самый царападус та же серебуха та же вишня и специально агротехи как это делать пожалуйста будете иметь гроздевое плодношение как в черевухе но я не подписываюсь вот тут уже нет тут же мне 10 миллионов надо это еще сложнее чем там 10 миллионов найдите это бесплатные советы давать тут мы собираем деньги чтобы рассылку сделать чтобы оплатить я же еще оплачиваете самые же фирмы многочисленные вот так месяц выходит образ сотни а то и две оплатить то надо вот вот у кого есть лишние сотни присылайте а у кого есть пара миллионов пожалуйста займитесь этим делом вот но как-то я должен был реагировать вот это мой адрес напишите варианты вот а варианты это самое элементарное первое выращиваем скрещиваем так как скрещивание невозможно в первом поколении мы занимаемся прививками с целью насытить генами персик тут надо в две стороны действовать персик красной черёбухой а красную черёбуху персиком поколение за поколением а она опять не это не опыляет еще поколение еще насыщаем заметьте не это не то что я называю насыщением это понятно прививка получается а здесь это два вы получите прививку получается только насыщение ментора только помогает им чуть-чуть сблизиться и так ну пять десять лет ну это найдет а потом смотришь мать честная персик ополил черёбуху а черёбуха ополила персик вот оно счастье а потом опять тысячи выросло 900 мертвых ну что сами делайте а то это вы же не не говорите в этот раз я почему на вас не обиделся как на тот вариант это вы напишите варианты я вот сейчас описал вариант ну так коротко вот но вы же не сказали Константин сделай вот это вы попросили совета теперь вы станете этим заниматься вот так что второго товарища я больше уважаю тема интересная а чем сейчас заниматься я уже сто раз научил как садить как плевать вы уже и так все знаете поэтому вот эту фразу я и произнес и первому товарищу и второму с таким подозрением а кто из вас инкарнация Мичурина кто это потянет представляете характер Мичурина душа Мичурина его эти самые достижения то есть насыщение ментора потом настроение ментора прожили ну и все просто ну 30-40 лет это все время вдруг вам 25 вот так извините разговарив но мне такие письки я очень люблю чем просто а то мне еще просто знаете какие большинство звонит и говорит только научите вырастить сад я сразу сердце ухо и думаю господи как же я его за это ну бывало и по 3-40 минут по телефону рассказываю вот потом стало все труднее это делать труднее труднее вот а вот такие вот письма вот это вот это письмо я очень люблю итак идем мы дальше значит было письмо вспоминаем вот хочу Ронецку что я должен сказать отдельный разговор был еще будет посадили Ронецочный сад огромный сад на несколько гектаров возле деревни Новая Енисейка с оркестром сотнями учеников с агрономами т т т т выросли что дикие совершенно вот такого размера а у меня есть фотографии я делал фотографии и зимой и летом я ходя по саду раскрыл все ошибки через саду мертвого мы делились вот такие ямы закапывать вот такие ямы то есть агрономы которые взялись выросли сад который должен стать промышленным давать промышленным вот это же мой агронетка а вы что думаете это не это что мусор что ли это ценнейшая вещь вот помните как это наших как их называют этих наших виволистов вот кролик это не только ценный мех но и 2-3 килограмма высоко калорийного вкусного мяса так примерно да так вот ранетка это не только сама по себе просто яблонька но это еще и ценнейшие варенье соки компоты потребление в свежем виде вот особенно в россии на это и варианты 2 есть деньги отравленные нет денег зубы на полку пока зубы не выпадут начиная от детей вот и что получается даже такую ранетку извините записи меня привить надо привить вот эту сибирку можно привить даже ранетку на ранетку но взять такую ранетку которую веточки взять уже вот такая какая есть и привить может быть на сельцевую ранетку а может быть как у меня до сих пор плодики лежат никому не нужно целый целенький с прекрасными этими семечками вот или на те привить но просто так посеял только на подвой все а те говорят а я хочу а Сергей а вы что думаете Сергей вырастет даже их полсотни пройдет год и у него будет продолжать расти из 50 49 а 50 это значит что нам надо самим потому что надо заменять старую вот такова действительно если вдруг один Сергей хочу но он один то из тысячи о стране они не нужны они забыты ой сколько их было во всех садах что было во всех садах вот двух сторон энисея 40 лет назад волочные вишни во всех садах китайские сливы во всех садах ранетки во всех садах груши правда не было практически ранетки сливы китайки китайки и начиналась эпопея с манджурскими абрикосами быстро все заполонили но вкусно невкусно опять компотоварение абрикосы стали увеличивать мы стали потом вот так что как я отвечу одному из вас плевать надо плевать некому вот привозят знаете как я показывал фотографии яблони ну сорта обычно раскручены те же самые на фотографиях размер яблок вот и они привели вот такие вот зачем они это делают а вы это не а 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